В тени храма Иерусалим имел важнейшее значение для ранних мессианских верующих. Во-первых, это был город, с которым были связаны такие знаковые для них исторические события, как спяти, воскресение и вознесение Ишуа, издяние Святого Духа на 120 учеников в Верхней Горнице. Первая евангелизационная, если так можно выразиться, проповедь апостола Кефы, то есть Петра, в результате которой 3000 евреев уверовали в Ишуа как Мессию Израиля. То есть это было место рождения первой в истории человечества мессианской общины. Во-вторых, образовавшаяся в этом городе мессианская община была не просто первой в своем роде, но и долгие годы главной мессианской общиной всего мира. Это виды как из книги Деяний, так и из посланий Шауля, апостола и язычников, который, несмотря на все свои великие откровения и особое призвание к неевреям, никогда не забывал ни о своем еврейском происхождении, ни о иерусалимских верующих. Что же это был за город? Каким видели его Кефа и Йоханан, Пилат и Каяф? В описании красоты Иерусалима евреи и язычники совершенно согласны друг с другом. Девять мер красоты спустились на мир. Девять из них принял Иерусалим, одну – весь остальной в свет, говорится в Ваилонском Талмуде в трактатике души. Скаша он цитирует также римского историка Плиния Старшего, который написал, что Иерусалим, Гиерасалима, как он называл его, бесспорно самый славный из городов не только Иудеи, но и всего Востока. Чем же объяснялось такое восхищение им? Ведь Иерусалим был лишен двух важнейших источников богатства, которые были в древнем мире в близости к торговым путям и природных ресурсов. Что касается торговых путей, то два основных торговых пути, шедших с севера на юг, пролегали левее и правее Иерусалима, один вдоль побережья Средиземного моря, а другой по территории современной Иордании. А торговый путь, соединявший Восток с Западом, шел с севернее через Израильскую долину, она же долина Мегиды. В современном Израиле основной город, находящийся там, это Афула. Сегодня от нас, от Иерусалима, я имею в виду, это час 40 минут на машине, по автостраде, а в древности преодолеть эти 130 километров было гораздо труднее. Известный исследователь Иоахим Еремес пишет в одной из своих книг, что за всю свою историю Иерусалим не прославился торговлей ни одним товаром, что доказывает, как неудачно он был расположен с чисто естественной точки зрения. С природными ресурсами в Иерусалиме тоже было всегда туго, как и с водоснабжением. Единственное, чего было в избытке, это знаменитый Иерусалимский камень, который широко используется и по сей день, а также оливки, одно название Масличная гора, указывает на их изобилие, по крайней мере, поблизости. А гордо сегодня они растут, также и в городской черте. Но кроме камня и оливок в Иерусалиме той эпохи ничего не было. Таким же образом он удостоился таких восторженных отзывов. За что? Ответ простой. Храм. Без него Иерусалим был бы не самым славным городом всего Востоха, а захуталым провинциальным городишкой. Храм, не только он сам по себе, конечно, но в первую очередь паломники, посещавшие его постоянно, вот кому и чему Иерусалим был обязан, в первую очередь, своим особым статусом. Что же представляло собой паломничество в Иерусалимский храм? Основание для него находится в Торе, в книге Исход. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицей владыки Господа. Эта заповедь является ключом для понимания жизни города в эпоху второго храма. Явиться перед лицом владыки, значит прийти в храм и совершить там положенные жертвоприношения. Три раза в году это Песок, Шивот и Суккот. Смотря на то, что текст, казалось бы, обязывает всех еврейских мужчин приходить в храм как штык трижды в год, чисто практически это было невозможно для очень многих людей. Прежде всего для евреев диаспоры и особенно для тех, кто жил далеко. Ну, чем дальше живешь, тем дороже это удовольствие дойти до святого храма Иерусалимского. Многие евреи, жившие в диаспоре, совершали паломничество, может быть, раз в жизни, под старость. Да и жители эра Цисраэль, тоже далеко не все, выполняли эту заповедь буквально. Например, даже такие благочестивые люди, как родители Ишуа, приходили в Иерусалим один раз в год. Лука пишет о том, что каждый год родители Ишуа ходили в Иерушалай на праздник Песок. Так что эта заповедь относилась к разряду тех, что выполнялись по мере возможностей. О каких же количествах паломников, в принципе, идет речь? С Корша вам приводит цифры, которые считают и реалистичными, и надежными. И по ним выходит, что на каждый из трех паломнических праздников в Иерусалим приходили десятки тысяч пилигримов. Так что население города удваивалось. Самих иерусалимлян было по разным оценкам от 50 до 100 тысяч человек, то есть людей, живших внутри городских стен. И если три раза в году на праздник в город прибывало, на праздники, простите, в город прибывало, скажем, 50 тысяч человек, то в год вот вам уже 150 тысяч. И при таком потоке ясно, что паломничество было фундаментом и очень крепким фундаментом всей экономики и процветания города. Храм, разумеется, был не последним по значимости местом проведения также финансовых операций, ведь паломники несли туда, кроме всего прочего, также и деньги. Почему? Потому что так заповедует Тура. Сказал Господь Моше так, когда будешь делать поголовные исчисления сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их. Вот что давать им, каждому, проходящему для пересмотра, половину шекеля по шекелю священному, шекелю 20 гер. Пол шекеля приношения Господу. Всякий, приходящий для исчисления от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше пол шекеля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и отдай его на устройство шатра соборного, то есть скини, и будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших. Половина шекеля, та сумма, которую обязана был дать на храм раз в год, каждый еврей старше 20 лет. В Новом Завете мы читаем об этой подати, например, в 17 главе Евангелия от Матфея, где в греческом оригинале и синодальном переводе, говорится о собирателях дидрахмам, то есть монет, равных по стоимости двум драхмам, и принимавшимся в качестве той самой половины шекеля. Еврей, собиравшийся в паломничество, собирал этот налог со всех своих родных, чтобы доставить его в Иерусалим, в храмовую сокровищницу. А эти деньги шли на различные нужды храма, примерно на ежевутреннее и ежевечернее жертвоприношение, совершавшееся за весь народ Израиля. И налога этого хватало с избытком, поэтому в храмовой сокровищнице накапливались огромные суммы. Кроме этого, некоторые набожные люди хранили в ней также свои собственные средства, поэтому храм был своего рода депозитным банком, и его сокровищницы считались самым надежным сейфом. Но финансовое значение храма этим не исчерпывалось. Паломники несли не только половины шекеля, но и деньги, на которые собирались купить предписанные торой жертвоприношений, а также пищу и вино. Отсюда новые рабочие места для местного населения. Во-первых, половину шекеля нужно было отдавать только в особой валюте, которая называлась шекеля-кодыш, что означало необходимость в обмене валюты. Тот самый бизнес, о котором идет речь в известном евангельском эпизоде, где Ишуа опрокинул столы миновщиков. Паломники приходили выудить со своей местной валютой и меняли ее у них. Во-вторых, скот, голубей, зерно, виноград, все это нужно было вырастить. Этим занималось немалое количество людей в окрестностях города. В самом городе были, соответственно, мясные, винные, хлебные и прочие продуктовые лавки. Кроме этого, паломники нередко желали приобрести им памятные сувениры. В конце концов, паломничество, святой город, Иерусалим для многих было единственным в жизни событием такой значимости. Древние источники упоминают два типа таких сувениров. Женскую диадему, которая называлась Иршель-Захаф, то есть город из золота, золотой город, и кольцо с печаткой. И, соответственно, ювелирам тоже было чем заняться. Ну и, разумеется, все эти паломники где-то должны были разместиться и чем-то питаться. Так что в городе была хорошо развита гостиничная индустрия и кейтеринг, как мы говорим сегодня. То есть доставка готовой еды. Это что касается паломников. Но давайте не забудем, куда именно они приходили. Они приходили в храм, где служили в общей сложности 18 тысяч священников и левитов. По 700 человек в неделю. А это священные одежды для служителей и различные завесы для храма, которые нужно было шить, чинить. Это также свитки священных писаний, которые нужно было писать. Это священные сосуды для храма, которые тоже нужно было периодически чинить или заменять новыми. Так что в городе были и врачи, и кузнецы, и строительные рабочие, и самые разные прочие ремесленники. В общем, с чисто экономической точки зрения храм был очень большим бизнесом. Да и размеры его тоже были внушительные, особенно после того, как Ирод Великий существенно расширил его. В старом городе сегодня есть замечательная экскурсия по туннелям храмовой горы, в ходе которой можно увидеть огромные и удивительные по своему совершенству, по совершенству своей формы, камни, лежавшие в основании стены, окружавшей храм. Западной стены, которую иногда не совсем точно называют стеной плача. Поэтому нетрудно понять восторг учеников Ишуа, которые однажды, придя в Иерусалим, сказали ему, указывая на храмовый комплекс. Когда Ишуа вышел из храма, один из Талмидима обратился к нему. «Посмотри, раби, какие огромные камни, какие величественные здания». В трактате Баба Батра, Вавилонского Талмуда, сказано, «Тот, кто не видел храма Ирода, никогда в жизни не видел красивого здания». Зрежье, очевидно, было великолепно. Мы продолжим разговор о храме в следующей программе. Спасибо профессору Скоршаву за его книгу, а вам за гуманитет. Шалом. Миссианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о миссианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями